Воронежский государственный университет Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Возвращение вузов в области финансов, учета и мировой экономики. Опубликовал 220 научных и 30 учебно-методических работ. Автор известных учебников и монографий. Воронежский университет Благодарю вас, что пришли к нам в студию. И первый вопрос у меня к вам следующий. В 1992 году вы закончили Воронежский университет. После этого вы были на практике за границей. А потом вернулись и продолжили работать в вузе. Насколько я знаю, вы закончили экономический факультет. Абсолютно точно. Скажите, пожалуйста, почему вы решили связать свою жизнь именно с вашим вузом, в котором проходили обучение? Наверное, потому что даже находясь за границей, я понял, что наш вуз очень сильный, влиятельный, мощный. И, как сейчас говорят, социальный лифт обеспечивает 100%. Наверное, в то время, когда экономика России была совершенно в разбалансированном состоянии, это был правильный выход. Хотя мои однокашники, сейчас руководители банков, крупных предприятий, они не потеряли в то время. Но я выбрал университетскую среду. Скажите, пожалуйста, принятие вами решения вернуться в Россию и продолжить работу именно в вашем вузе, принимали участие ваши родители? И вообще немножко расскажите о них. Родители совершенно простые люди. Слава Богу, они живы. Мне помогают, мы постоянно общаемся. Конечно же, родители сыграли очень большую роль в моей карьере, в моей жизни, в моем становлении как личности. И мне помогали они принимать правильное решение. Возможность остаться в Ирландии была. И она не виртуальная, а реальные предложения были. Но, во-первых, родители. Во-вторых, у меня уже был сын, у меня была семья, которая меня ждала в России. Скажите, пожалуйста, на сайте ваш вуз называется классическим. Что вы вкладываете в это понятие? История вуза очень длинная. Вуз был организован по указу императора Александра I в 1802 году в Дербте, Юрьеве, нынешнем Тарту, Эстония. В 1918 году, в силу исторических особенностей, в вузу пришлось эвакуироваться. Это преподавательский состав, студенты, научное оборудование, библиотека. Мы переехали в город Воронеж. Второй день рождения у нас, это 1918 год. Мы комплексно охватываем все отрасли науки, начиная от гуманитарной, заканчивая естественно научной, технической, инженерной составляющей образования. Поэтому являемся вот таким классическим примером университета, который хранит дух Европы, который имеет очень старинные корни. Поэтому считаю, что этот университет один из самых сильных. В 2010 году по поручению губернатора Воронежской области вуз подал заявку на создание на базе вашего вуза Центрального Европейского Федерального Университета. Расскажите, пожалуйста, во-первых, судьбу этой заявки и как сейчас обстоят дела. Действительно, мы боролись и боремся за получение нового статуса. Университет по всем национальным рейтингам находится в 20-ти сильнейших университетов. Мы занимаем 15-е, 10-е, 15-е место. Это по каким показателям? Ну, допустим, по показателю инновационной активности и коммерциализации инновационных разработок мы занимаем в России 11-е место. По международной деятельности, интернационализации мы занимаем 18-е место. То есть мы очень себя хорошо чувствуем и в сравнении с другими вузами, 9-ю федеральными вузами, федеральными университетами и национальными исследовательскими университетами, мы многие эти университеты обгоняем по качественным показателям. Допустим, по индексу цитирования, по количеству диссертационных советов, по количеству иностранных студентов и так далее. То есть мы имеем все основания претендовать. Сложилась такая ситуация, что в Центральном федеральном округе нет своего федерального университета. Изначально было принято решение создавать федеральный университет и один на федеральный округ. Вот в ЦФО его нет. И вот совсем недавно обновленную концепцию федерального университета мы представили Беглову Александру Дмитриевичу, полномочному представителю президента в ЦФО. И он подписал эту концепцию и сказал, что, безусловно, Воронежский университет является единственным вузом в ЦФО, который может претендовать на статус федерального. Дмитрий Александрович, мы с вами недавно вместе были на заседании Союза ректоров России. И вы там выступали и говорили о недостаточной популяризации в средствах массовой информации российского образования. Что вы имели в виду, говоря эти слова? К сожалению, средства массовой информации для того, чтобы поддержать рейтинговые показатели, как правило, показывают в большей степени негативные моменты. Они, безусловно, есть, но есть очень много положительного. И вот я бы просил своих коллег, коллег по вашему цеху, журналистов, показывать действительно примеры, где мы занимаем лидирующие позиции не только на постсоветском пространстве, но и в мировом научном образовательном пространстве. Таких примеров масса. И вот я имел это в виду для того, чтобы показывать положительные моменты. — Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, недавно совсем Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации, объявил программу, которая заключается в следующем. Это сокращение вузов на 20% и сокращение филиалов на 30%. Во-первых, как вы к этому относитесь? И почему назрела именно такая необходимость? — Это абсолютная объективность. И я бы сказал, даже такой международный тренд объединения вузов. То, что в России более 1200 вузов, примерно половину на половину государственных и частных, конечно же, это не просто избыточно, это недопустимо. И главная фундаментальная проблема — это качество образования. Вот здесь есть проблемы, и каждый вуз, вуз от вуза различается по этому критерию очень серьезно. Считаю, что мы имеем право не только говорить, но и принимать соответствующие меры, действия, которые, кстати, были озвучены в указе президента Владимира Владимировича Путина о мерах господдержки в области образования и науки, по созданию крупных научно-образовательных центров. Вот такова тенденция мировая. И этим путем пошла Франция, Германия, Китай, Япония, Корея, практически все страны. Это объединение вузов, создание крупных вузовских центров, консорциумов, которым под силу амбициозные, серьезные задачи в области науки, в области образования, в области просвещения, популяризации, да и вообще просто формирование личности и формирование стиля жизни. Недавно на совещании Союза ректоров России была озвучена проблема о низком рейтинге. Рейтинге российских вузов в международных рейтинговых агентствах. И было принято решение о создании российских рейтинговых агентств. Как вы к этому относитесь? Первая позиция. К рейтингу отношусь, к рейтингам различным, и национальным, и международным отношусь абсолютно положительно. Это своеобразная форма публичной отчетности. Дело в том, что вуз, университет, он как корпорация имеет свои стейкхолдеры. То есть заинтересованные группы лиц. Это и студенты, и преподаватели, и государство, и бизнес, и общество в целом. Для того, чтобы знать, в какой системе координат находится вуз, насколько он эффективен, насколько он динамично развивается, для того, чтобы принимать объективные решения, куда поступать, куда направлять деньги, в какой эндаумент, куда вкладывать инвесторам средства для научных разработок. Вот созданы эти рейтинги. Другой вопрос. То, что ряд показателей достаточно субъективен. Вот показатели в этих рейтингах должны быть, конечно же, просчитываемы. Эти показатели должны быть подтверждаемы. Должна быть система аудита этих показателей, чтобы мы не занимались очковтирательством и писали совершенно непонятно откуда, какие цифры. Поэтому главная задача не безучастно относиться к рейтингам, а вмешиваться в процесс построения рейтингов, создавать свои национальные системы ранжирования вузов. И в этом направлении работа уже очень активно идет. Отлично. Скажите, пожалуйста, двух уровней образования. Мы, помню, с вами очень много говорили об этом, критиковали. Кто-то был за, кто-то был против. Вот для регионального вуза какие минусы или какие плюсы вы в этом видите? Мне легко говорить об этом, потому что к двухуровневой системе образования мы пришли в 92-м году. С 92-го года второй вуз после МГУ в России. Мы стали подготавливать бакалавров. Мы получили деньги по проекту Tempus Tasis. И консорциум вузов Ирландии, Голландии и Бельгии помог нам перейти на двухуровневую систему. У нас не было такой задачи переходить на двухуровневую систему. Только в 2003-м году. Это пилотный у нас. Это наша инициатива была. И мы видим в этом очень большой плюс. Дело в том, что двухуровневая система позволяет строить индивидуальную траекторию карьерного роста. Вот для ребят 17-18 лет вряд ли еще сформировалось четкое понимание, кем хочет человек быть. То есть, поступая на направление, допустим, бакалавриата какое-либо, естественно, научное, заканчивает бакалавриат, уходит в практику, устраивается в банк, устраивается в какую-либо химическую, фронтетическую фирму. Оттуда он приходит уже в магистратуры, сфокусированный на конкретных задачах получения конкретных профессиональных компетенций. Здесь вот эта гибкость ориентирована на динамичное изменение рынка труда. Это удачное изобретение. Вот мы уже поговорили с вами о критике высшего образования, но существует также и критика среднего образования. И к вам, наверное, приходит, когда абитуриенты поступают, вы, наверное, ощущаете недостаточный уровень их подготовки. Если это так, то расскажите, как вы думаете, почему? Я могу сказать языком чиновника, а потом прокомментировать живым языком. Мы, согласно действующему законодательству, для нас ЕГЭ – это единая форма оценки знаний школьников. От этого никуда не уйти. К этому инструменту можно относиться по-разному. Да, он несовершенен. Но, однако же, по последнему рейтингу Министерства образования, точнее, Рособорнадзора, в прошлом году, по прошлой приемной кампании, мы были на шестом месте в России по среднему БАЛ ЕГЭ. То есть к нам идут лучше из лучших. И не только молодые люди, которые живут в Воронеже. Абсолютно верно. А из каких городов еще приезжают к вам поступать? Я могу уже дать свежие данные по этой приемной кампании. Традиционно мы охватываем Черноземье, Курское, Липецкое, Белгородское, Тамбовское, плюс Тульское области. Но появились совершенно удивительные вещи. У нас много ребят из Калинограда, из Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, из Камчатки. Примерно по 15-25 человек в день приносят заявления граждане Кирьизии, граждане Казахстана. И вот ЕГЭ, безусловный позитив, конечно же, позволяет увеличить мобильность абитуриентов. И мы уже думаем и о строительстве новых общежитий, о более благоустроенных возможностях обучения иностранных студентов. У нас их более тысячи, поэтому мы развиваемся. Поэтому ЕГЭ для нас это благо. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вы отслеживаете как-то трудоустройство ваших выпускников? И какой процент все-таки идет работать по специальности? Вопрос, я очень благодарю за вопрос. Вот буквально прочитал последнюю информацию. Оказывается, 55% выпускников юридических колледжей США работают по специальности. Остальные уходят совершенно в другие отрасли. А это очень дорогое обучение. То есть семьи находятся на уровне дефолта, коллапса, собирая деньги на обучение. То есть это, опять-таки, мировой тренд. Мировой тренд – немотивированность выпускников на работу по своей специальности. Что касается Воронежского университета, у нас есть служба по трудоустройству выпускников. Мы очень тесно работаем с работодателем. У нас очень крупные компании открывают центры корпоративного обучения в университете. Это на каком курсе уже студент может попробовать? Начиная с третьего-четвертого курса. Их студентов отбирают. Не жарко, что иностранные компании отбирают? К сожалению, вот знаете, ментальность наших российских бизнесменов и представителей бизнеса такова, что только сейчас они начинают понимать, что надо вкладывать в образование. А не думать, что это проблема государства. Подготовить кадры, а уже потом эти кадры придут. Напомню, что 80% собственности в структуре собственности – это частная собственность. Поэтому интеграция бизнеса и ВУЗа на основе форм государственного частного партнерства – это насущная необходимость. Без этого ВУЗ не будет развиваться. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, Ваш ВУЗ занимается научными исследованиями. Расскажите немножко о приоритетных направлениях именно этой сферы деятельности ВУЗа. Вот укропненно, я могу сказать, что это направление биомедицинские технологии, IT-технологии и телекоммуникации, это радиоэлектроника, это, безусловно, индустрия наносистем и новых материалов. Я бы отметил очень сильные школы в области рационального природопользования и, конечно же, ядерная физика и альтернативная энергетика. Но это, естественно, научно-технический блок. У нас много факультетов гуманитарного блока. Примерно треть прокуроров субъектов Федерации России, в том числе и судей Конституционного суда, и Верховного суда – выпускники юридического факультета. Мощнейшая юридическая школа, экономическая школа, историки и так далее. Самое интересное, что во всех этих направлениях работают люди, у которых очень хороший индекс цитирования за рубежом. То есть это известные в России за рубежом люди. И есть молодежь, которая не разбежалась, несмотря на маленькую зарплату, несмотря на нерешенные проблемы с жильем для молодых ученых. Все-таки вот такой резерв молодой он существует. Часто говорят, что именно благодаря фундаментальности российского образования удалось сохранить высшую школу. Вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, где-то здесь был элемент альтруизма, где-то патриотизма, где-то фактор очень сильного консерватизма, потому что высшая школа – это консервативный организм, его очень сложно раскачать. Вот, наверное, поэтому мы быстро не изменились и сохранились. Мы уже говорили с вами о международном сотрудничестве. Расскажите, как ваши студенты участвуют в этом процессе? Ездят ли они на практику, на переподготовку? Вот немножко об этом. Международное сотрудничество, конечно же, это очень позитивное направление деятельности. Вот напомню опять указ президента по образованию науки. Там четко прописано задача вхождения в международные рейтинги, проблема интернационализации. Мы работаем в этом направлении. У нас более тысячи иностранных студентов. Мы реализуем с китайскими, австрийскими, ирландскими, французскими и американскими университетами программы двойных дипломов. Это высший пилотаж, когда наши студенты, обучаясь сначала в России, в нашем университете, обучаются год-два в университетах зарубежных стран и получают сразу два диплома. Российский государственного образца и диплом того вуза той страны, где они обучаются. Вот такого опыта очень мало среди российских вузов. Мы можем этот опыт тиражировать и рассказывать, как мы это делаем. В вашем вузе проходила международная научная конференция, посвященная глобальным климатическим изменениям в мире. Расскажите, пожалуйста, какие результаты? Конференция получила развитие после того, как блестяще была проведена международная конференция. Жара. Вы помните те напасти, которые преследовали Россию в то лето? Пожары. Погибли люди. Погибли люди. Мы провели серьезную конференцию. Она получила развитие. И вот теперь глобальное изменение. Приехало много иностранцев. Иностранцы заинтересовались нашими методиками прогнозирования. Наши ученые смогли разработать методики прогнозирования урожайности, климатических изменений. Главное то, что... Сейсмоустойчивости. Сейсмоустойчивости. Главное то, что попадание, точность прогноза крайне высока. Почти два года назад был принят федеральный закон номер 217, который позволял вузам и научно-исследовательским институтам создавать на своей территории малые предприятия. Как вы этим воспользовались? Признаюсь, что это был сначала сырой закон. Вот этот закон прошел ряд итераций. Были выпущены ряд подзаконных актов, которые позволяли запустить этот механизм. И вот на сегодняшний момент времени у нас 19 малых инновационных предприятий. Не на бумаге, потому что эти малые инновационные предприятия стали в этом году платить аренду. Значит, у них пошла выручка, значит, пошел спрос на инновационную продукцию. Притом, малые инновационные предприятия настолько разные от шмелеводства. Это, оказывается, очень сложная технология и очень нужная для сельского хозяйства. До разработки наноматериалов для медицины, до коррозии металлов, альтернативной энергетики и прочее. Мы, естественно, всецело поддерживаем наших молодых инноваторов. Положить на то, что вместе с маститами учеными в этих малых инновационных предприятиях работают более 150 студентов и аспирантов. Это очень положительно. То есть это и социальный вопрос, это самореализация. Поэтому мы создали целую сеть инновационной инфраструктуры, технопарки, центр трансфера технологий, бизнес-инкубаторы. И нашим молодым предпринимателям комфортно. Я знаю, что у вашего ВУЗа есть собственный заповедник Галича гора. Это единственный европейский заповедник, который принадлежит ВУЗу. Расскажите немножко подробнее о нем. Вы знаете, заповедник – это настолько уникальная вещь. Я напомню, был очень известный ученый Семенов Тяньшанский еще в царское время. И он писал аналитическую записку императору с просьбой создать национальные парки Беловежская пуща, национальный парк в Крыму и национальный парк Галича гора. Это уникальное место, одно в России, где сохранились флора, которое существовало до Ледникового периода. К нам приезжают постоянно коллеги из разных стран. Приезжают ученые, приезжают студенты. Заповедник находится в Липецкой области, не в Воронежской области. Это один из алмазов в короне Воронежского университета. Ну и вот совсем недавно я возил студентов, собрал студенческий актив, 25 человек. И ребята с открытыми глазами смотрели на это уникальное чудо природы, это феномен. И говорят, неужели это у нас в университете есть? Дмитрий Александрович, ну а теперь я хотел бы перейти к близопросу. Что для вас самая большая награда в жизни? Ну, я не буду пафосно говорить. Думаю, что это успех коллектива, который я возглавляю. А вот лично ваша формула успеха? Формула успеха – это правильное целеполагание, плюс трудолюбие, плюс сплоченная команда, и есть эпсилон – удача. А главная черта вашего характера? Я стрелец, это целеустремленность. А кем вы мечтали стать в детстве? Милиционером, традиционно летчиком и партийным боссом. Сколько длится ваш рабочий день? Ненормируемый абсолютно. Поэтому, если есть нерешенные задачи, я их обязательно решаю. Ваша настольная книга? Ильфа Петров, Золотой Теленок. Что вы не умеете делать, но всегда хотели бы научиться? Вы знаете, всегда не хватает в этом глобальном мире, в этом быстро изменяющемся мире, знаний языков. Ваш любимый город? В России это мой любимый город Воронеж, со своими недостатками, со своими плюсами. За рубежом я очень люблю три города. Это Гонконг, где неоднократно бывал, Нью-Йорк, где неоднократно бывал, Тель-Авив. Вот в этих городах мне комфортно. Благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Александрович Яндовицкий. А сейчас я передаю слово ректору. Прошу вас. Дорогие телезрители, Теодор Рузвельт сказал о том, что необразованный человек может украсть вагон, а выпускник университета целую железную дорогу. Это, конечно, гротеск, юмор. На самом деле, когда к нам приехал в университет святейший патриарх Кирилл, мы вручили ему мантию почетного доктора, он сказал золотые слова. Есть два О, на которых стоит безопасность и сущность государства. Это образование и оборона. Вот я обращаюсь к молодежи в первую очередь. Вы сейчас молодые, и от вашего успеха, от вашего трудолюбия, от вашего желания учиться будет зависеть наше будущее, будущее нашей страны. Через каких-то 10, 15, 20 лет вы будете управлять этой страной. Успехов вам! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...